Адель всего чуть больше года, но она невероятно сильная девочка, выжила, выпав с четвертого этажа. Сейчас все уже позади, малышка идет на поправку, начала самостоятельно кушать. Ужас, который пережила ее семья, не описать словами. Что для вас было самое страшное после ее падения? Самое страшное, что я ее потеряю. Врачи, конечно, сделали все. Мы молились, мы верили. Врачи сделали все. Фактически они подарили ей вторую жизнь, нашему ребенку. Закрывайте, пожалуйста, окна, берегите своих детей. Берегите. Мы тоже думали то, что у нас ребенок. Никогда она не лазит. Мы в этом были уверены, потому что она еще маленькая. Берегите своих деток. Это такое несчастье. Не дай бог никому пережить такое коре. Никому. Берегите своих деток. Закрывайте окна. Ставьте ключи, замки. Я не знаю, что делается. Поставлю эти замки на окна. В первую очередь, потому что, ну, не дай бог, у меня еще старший сын есть. Тоже очень активный мальчик. Ему 8 лет. Даже решетки поставлю. Но не всегда у взрослых есть второй шанс. В своей квартире мы чувствуем себя в безопасности, как нигде в другом месте. Когда наши дети дома смеются и бегают по квартире, мы за них спокойны. Значит, все в порядке. Мы можем наслаждаться жизнью и заниматься своими делами. Но всего за одну секунду жизнь семьи может кардинально измениться. Всего одной секунды достаточно для того, чтобы произошло несчастье. В этом году в Чувашии 22 ребенка выпали из окон. Четыре малыша погибли. Безопасен ли наш дом для маленьких членов семьи? И что еще могут сделать взрослые для того, чтобы избежать трагедии? Поговорим откровенно. 22. Конечно, это очень много. Тем более мы понимаем, что за каждой цифрой стоят жизни маленьких детей. Тем более, что в прошлом году, за 8 месяцев прошлого года, таких случаев было всего 16. Причины произошедшего каждый раз могут быть разные. Но общая у них одна – это отсутствие должного внимания со стороны родителей или иных лиц, которые также находятся в квартире вместе с ребенком. Ведь практически во всех случаях ребенок не находился дома один. В этот момент с ним дома находились родители, бабушки, дедушки или иные знакомые. То есть дома кто-то был. Например, один из последних случаев, когда в одной из квартир в московском районе города Чебоксары с высоты 9 этажа упал двухлетний ребенок и, к сожалению, погиб. В этот момент ребенок в квартире был также не один. Его бабушка и мама находились вместе с ним в квартире. Но, к сожалению, они были не рядом с ним, а были в другой комнате. При этом окно в той комнате, где находился ребенок, было открытым. По каждому подобному случаю органы прокуратуры и в целом все правоохранительные органы проводят проверки, чтобы выяснить причины произошедшего и кто, в принципе, в этом виноват. Кроме вины родителей, в ходе проверок устанавливается, что в ряде случаев бывает и вина, может, и не прямая, но косвенная, и в том числе органов местного управления. Например, в случае, который произошел в городе Канаж, в нашей республике, когда ребенок упал с 8 этажа на квартирного дома, выяснилось, что ранее эта семья уже должна была находиться на определенном контроле, поскольку незадолго до случившегося ребенок уже был замечен стоящим на подоконнике при открытом окне. Тем самым органы местного управления должны были проводить активную профилактическую работу с данной семьей, чтобы не допустить подобного. Но чего, к сожалению, сделано не было. Кроме того, необходимо отметить, что это была семья, состоящая из одной мамы и ребенка, то есть семья матери-одиночки, что требует определенного повышенного внимания. Мать ребенка также являлась сиротой, то есть родственник каких-либо близких людей, которые могли бы разъяснить ей, помочь чем-то, у нее не было. И в данном случае, в момент падения ребенка из окна, она не находилась дома, а находилась в Москве на заработках, а ребенок находился вместе с ее подругой. В данном случае органы местного управления, зная о том, что семья находится в трудном жизненной ситуации, что, в принципе, возможно, у них не было денег для нормального существования, могли бы разъяснить этой матери, что в крайнем случае ребенка она могла оставить не у подруги, а могла оставить в специальном учреждении на время, где ребенок со 100% вероятностью был бы в безопасности и остался бы жив. Одно из главных моментов, конечно, это необходимость проведения профилактической работы. И данная работа нами проводится, но она заключается в том, что мы с помощью средств массовой информации, телевидения, радио, сети интернет, социальных сетей, таких, например, как Инстаграм, пытаемся предостеречь родителей и всех жителей нашей республики о том, что открытое окно опасно для ребенка. В настоящий момент на территории города Чебоксары установлены баннеры и остановочные пилоны, на которых имеется также заседательная информация о том, что открытое окно опасно для ребенка. На них также указаны необходимые рекомендации, советы родителям, как избежать подобных трагических случаев. Чаще всего из окон выпадают двух-трехлетние дети. Они исследователи, им интересен окружающий мир, и они еще не способны оценивать опасность. Опасность оценивать они начинают ближе к шести годам и осознавать все происходящее. Специалисты отмечают, что с появлением москитных сеток выпадение детей из окон стало намного больше. Все ли дети, которые упали с высоты со всей республики, привозят этих детей в республиканскую детскую больницу? Совершенно верно. Все дети, получившие любые травмы, падение с высоты, дорожно-транспортное происшествие, бытовые травмы, все дети с травмами поступают в республиканскую детскую клиническую больницу в режиме 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Сколько детей уже в этом году к вам поступило? Практически конец лета. И насколько сложные были случаи? В этом году, как и несколько лет назад, поступило гораздо больше детей с падениями с высоты по сравнению с прошлым даже годом в 3,5 раза. Это порядка 15 детей, которые упали с разной высоты. Большинство детей упало из окон, к сожалению. Есть дети, которые падение с высоты деревьев, высоких каких-то конструкций, заборов. Вот как по-вашему, в какое время года пик вот этих событий происходит? Традиционно, к сожалению, самая радостная пора для детей – каникулы, летние каникулы. И именно в летние каникулы вообще значимо увеличивается детский травматизм. И увеличивается детский тяжелый травматизм. И именно падение из окон увеличивается по понятным причинам в жаркое время года. Летом – это июнь, июль, середина августа, до середины августа, когда май жаркий, уже с мая начинает, к сожалению, падать. Смотрите, получается, практически всех детей, которые упали, привозят к вам, и вы напрямую с ними сталкиваетесь. И, в принципе, наверное, знаете обстоятельства, как все произошло. И вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, как профессионалы, как докторы, как человека, какая основная причина того, что дети, к сожалению, падают у нас из окон? Единственная причина, по которой дети падают из окон – это абсолютная обеспеченность родителей. Эта причина уже много лет, никаких других причин нет. Особенно хотелось бы отметить и обратить внимание общественности всех людей, родителей, бабушек, дедушек, что погибают абсолютно здоровые дети. Это дети, которые не болеют ничем. Это дети, которые интересуются жизнью, миром. По понятным причинам, в попытках расширить кругозор, они залезают на окна. И боли и обиды нас, врачей, которые сталкиваются еще и с больными детьми, с какими-то тяжелыми заболеваниями. Больно и обидно терять детей, которые изначально по природе были здоровыми. Анатолий Александрович, расскажите еще про серьезные травмы. Даже дети, которые остаются в живых, ведь они получают очень серьезные травмы, которые сказываются потом на их жизнедеятельности. Конечно же, чем тяжелее травма, тем серьезнее последствия. Большинство травм, приводящих к серьезным последствиям, это травмы головы, прежде всего головного мозга. Как правило, это бывают множественные переломы костей черепа, костей основания черепа. Требуются сложнейшие нейрохирургические вмешательства. Непосредственно механически повреждается сам головной мозг. Говорить в этих ситуациях о полном оставлении, к сожалению, не приходится. Кроме этого, у детей множественные переломы конечностей. Дети поступают в шоковом состоянии. Вообще смотреть на это, даже нам, профессионалам, бывает очень больно. И сердце кровью обливается, когда видишь, что этой трагедии можно было бы спокойно избежать при соблюдении элементарных правил безопасности. То есть внимание, внимание и еще раз внимание, которое должны родители иметь в виду, когда остаются дома с детьми и когда, не дай бог, открывают окна в присутствии детей в этих помещениях. Причем это внимание элементарное. Все, что нужно, просто не дать возможность распахнуться окну. Просто нужно немножечко следить за детьми. Просто нужно уделить им свое собственное внимание. Москитная сетка задержит комара или муху, но ни в коем мере не ребенка. Москитная сетка создает у ребенка лишь иллюзию закрытого окна. Он пытается прислониться на нее, думает, что окно закрыто, но, к сожалению, в большинстве случаев это заканчивается его падением. А ведь надо всего-навсего понимать, что данное происшествие, к сожалению, может произойти абсолютно в каждой семье. И всего-навсего необходимо сделать это установить на окна специальные детские замки или другие средства безопасности. Сами установщики окон рассказывают, что часто, когда люди приходят к ним за покупками, они не соглашаются на установку системы детской безопасности. Заказывают очень мало. Если взять продажу окон и с ними должны быть в комплекте идти эти замки детские, очень многие отказываются от этих замков. В принципе, у них и цена не очень большая такая, но все-таки отказываются от этих блокираторов. Мы рекомендуем ставить эти блокираторы всем, без исключения, потому что, возможно, например, у одних нет детей, как бы они думают, что им не обязательно заставить. Но может быть так, что к ним могут прийти гости, у которых есть дети. Они могут сидеть там, грубо говоря, отлучиться, и эти дети же могут самопроизвольно выпасть в закон. Здесь откручиваются два мифтика. Представляются очень простые установки. И других компаний тоже. Эти блокираторы очень простые. Их может поставить каждый человек, каждый клиент. И к этому еще у них есть там инструкция. Все объясняется там. Это обезопасит, не дает доступа открыванию створки. Максимум там можно будет ее откинуть в проветривание. Если в доме есть ребенок дошкольного возраста, максимально на все окна поставьте блокираторы, ограничьте доступ к подоконнику. Уберите все предметы от окна, которые помогут забраться малышу на подоконник и получить доступ к открытому окну. Пусть максимально будет сложно пробраться к подоконнику и к окну. И держите окна закрытыми или открывайте их только на проветривание. Пожалуйста, не проходите мимо, когда видите одного ребенка, который находится около открытого окна. И обязательно сообщите об этом в органы полиции по телефону 02 или 112. Одним из правильных примеров организации безопасности детей являются наши детские сады. Ведь за прошедшие годы нашей республике не зафиксировано ни одного факта падения детей из окон дошкольных учреждений. Что вы делаете, чтобы полностью исключить возможность выпадения детей из окон? Это очень важный вопрос. И в детском саду мы предусмотрели такой вариант, как замки на окнах. В течение всего дня ребенок не может подойти к окну и открыть самостоятельно. Я сейчас вам покажу. То есть это окно у нас закрыто, это окно у нас тоже закрыто. То есть все окна на замках. Ключи хранятся у воспитателя в безопасном месте. Сейчас я вам покажу, как замок открывается. В каких случаях могут быть открыты окна в спальне, там, где мы сейчас находимся, например? Окна открывают сотрудники на момент проветривания в течение всего дня. Но большие окна открываются только если действительно детей нет в этом помещении. Например, когда дети находятся на прогулке. Тогда, да, сотрудники открывают окна и производится сквозное проветривание. Но если дети находятся в помещении, если душно, то у нас открываются верхние фрамуги. То есть до них ребенок, в принципе, достать никому не может? Нет, ребенок до верха не достает, не поднимается. А эти большие окна у нас все на замках. Как вы контролируете вообще работу воспитателей? Точно ли они выполняют все эти инструкции, про которые вы нам сейчас рассказываете? У нас в течение года проводится с сотрудниками инструктаж по безопасному пребыванию детей в детском саду и на уличных площадках под подпись. Каждый сотрудник персонально несет ответственность. Кроме инструктажа об охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детских площадках, нами осуществляется контроль на рабочем месте. В течение дня заведующий в моем лице, заместитель заведующего и завхоз обходим группой на предмет безопасного пребывания воспитанников. А вот проводите ли вы какую-то работу профилактическую с родителями, чтобы родители, так же, как и вы здесь, дома у себя контролировали эти окна в своих домах, чтобы дети не смогли их открыть и, не дай бог, выпасть, как, к сожалению, и происходит в последнее время? Однозначно, это большая работа, и она ведется в каждом детском саду, и в нашем в том числе. Например, вот сейчас в рамках проекта «Детский сад онлайн» наши педагоги в режиме онлайн проводят консультацию с родителями. Также они выставляют информацию в родительских чатах в виде информационного буклета. Также есть в дежурных группах информация для родителей и, конечно, объясняют, проводят консультацию индивидуальную с каждым родителем. Как мы сегодня увидели, вы не только с родителями работаете, но и с детьми проводятся занятия. Конечно. Сколько лет вообще можно рассказывать детям, чтобы не вызвать тут еще и лишний интерес, чтобы они не подходили к окнам? Вот об опасности такого. Я думаю, что маленьким деткам, младшему дошкольному возрасту уже можно рассказывать о том, что подходить к окнам не стоит. А старшими дошкольниками уже проводятся и разъяснительные беседы в игровой форме, и где-то игровые мотивации проводят родители, познавательные беседы, дидактические игры. И вот такая деятельность совместная, как сегодня была показана. И мы, как органы прокуратуры, рекомендуем вам, с учетом того, что в последнее время наши республики участили случай падения детей из окон, как можно больше проводить работу как с детьми, так и родителями, чтобы они больше следили за своими детьми у себя дома. Чтобы полностью исключить возможность таких происшествий, которые, к сожалению, чаще всего оканчиваются трагически. Конечно. Мы эту работу продолжаем вести, вели и будем вести более активно. Не стоит успокаивать себя тем, что с вами точно такого никогда не случится. Или мой ребенок к окнам не подходит. Это как раз тот случай, когда взрослым лучше проявить излишнюю осторожность, чем не досмотреть. Ведь теплое время года – это, наверное, один из самых опасных периодов для ребенка в городской квартире. И самое главное – помните, что детям от счастливого детства до трагедии достаточно сделать всего лишь один шаг. Шаг из открытого окна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова